Слава Богу, братья и сестры! И хочу сказать, что сей день сотворил Господь. Я благодарен Ему, что путь моей земной жизни опять прошел через Индианолу, я даже не думал. Но сегодня я могу быть вместе с вами, прославить нашего Спасителя и Бога. Он достоин хвалы. И я думаю, что в эти дни наше внимание, оно сконцентрировано на том, что совершил для нас Иисус. Он умер за нас, и Он воскрес. Своей смертью Он подарил нам прощение наших грехов. И в этом и есть благая весть для нас всех. И воля Божия, чтобы мы говорили другим людям, что Бог, Он хочет простить твои грехи, потому что Он умер за тебя на кресте. Но также Он приготовил тебе подарок, жизнь вечную, так как Он воскрес третий день. И эту жизнь вечную Он предлагает всем людям. И Он дал нам сегодня свой путь, чтобы мы шли этим путем. И как у нас есть земные пути, мы куда-то направляемся, следуем, идем, проезжаем. Каждый из нас, братья и сестры, каждый из нас, мы следуем определенным духовным путем своей жизни. И от того, каким путем мы идем, зависят результаты нашей жизни. Многие люди мечтают о хороших результатах. Многие люди ожидают хороших результатов в своей жизни. И есть хорошие планы, ожидания, мечты. Это неплохо. Но то, к чему мы приходим, рано или поздно, зависит от того, каким путем мы шли раньше. Наши результаты нашей жизни определяются путем, которым мы с вами идем. И Библия говорит нам, что есть пути, это притча 14 глава, 12 стих, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. И некоторые люди, они думают, что я живу, как я хочу. Я выбираю то, что мне нравится, но все равно я ожидаю что-то хорошее в своей жизни. И Библия говорит, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. И очень важно, братья и сестры, видеть и знать, на каком пути находимся каждый из нас, мы с вами. Иисус сказал, я есть путь, я есть истина, я есть жизнь. И только тот человек находит настоящую жизнь, которую нашел Иисуса, который стал на этот путь. Только такой человек находит истину в своей жизни, и тогда приходит полноценная настоящая жизнь. И хорошо, когда мы стоим на этом пути, но, как мы знаем, в жизни есть очень много разных путей. Они могут быть очень заманчивы. И бывает такое, что наш человек, он уже идет каким-то другим путем, не задумываясь об этом и не давая себе в том отчет. И в нашей жизни так не бывает. Знаете, как в той сказке, когда человек приходит к какому-то раздорожью, перепутью, и там указатели. Пойдешь направо, одно с тобой будет, налево другое с тобою будет. Так в жизни не бывает. Но от наших решений, которые мы с вами принимаем каждый день, и зависит дорога, по которой мы с вами сегодня идем. И на каком пути сегодня нахожусь я? Это вопрос, который я лично должен задавать себе. Я думаю, хорошо, когда мы задаем каждый из нас себе такой вопрос. Царь Давид, я думаю, мы знаем хорошо эти слова. 138-й Псалом. Он молится и говорит, Господи, зри, не на опасном ли я пути, и направо меня на путь вечный. Он беспокоился о том, на каком пути он. И он просил Бога, чтобы он указал ему путь жизни. Мне также очень нравятся слова апостола Павла, когда он дает ответ людям, которые обвиняли его, или, скажем так, они считали его лжеапостолом, самозванцем, и они просто отвергали его служение. И он говорит, хотя я ничего не вижу за собою, это послание к Коринфянам, я ничего не вижу за собою, тем не оправдываюсь, судья мне Господь. И другими словами апостол Павел говорит, я ничего не вижу в своей жизни или служении плохого или неправильного, но я не оправдываюсь. Что означают эти слова? Братья и сестры, может такое быть, что мы можем что-то за собой не замечать? Может такое быть или нет? Такое бывает, правда? И глазами другого мы можем увидеть свой затылок, которого нам не видно, поэтому не будем спешить отвергать критику, хотя, конечно, как часто человеку кажется, что любая критика в его адресе, она не объективна, но иногда глазами другого мы можем увидеть то, что мы не видим. И, конечно, если уже кто-то нам что-то подсказывает или нас обличает, то это уже о чем-то говорит, братья и сестры. О чем это говорит? Скорее о том, что Господь уже где-то нам что-то говорил, но мы это не услышали, мы не обратили на это внимание, и Бог может говорить уже нам через близкого брата, сестру, друга. И такое может быть, что мы можем что-то за собою не замечать. И апостол Павел, он допуская эту мысль, он говорит, хотя я ничего за собой не вижу, тем не оправдываюсь. Судья мне Господь. Если даже я что-то не вижу за собой неправильного, я думаю, что Господь мне это покажет. Если Бог мне это покажет, я готов это изменить в своей жизни. И я думаю, если мы имеем такой подход и такое расположение своего сердца, братья и сестры, мы действительно будем объективно подходить к своей жизни, к своему служению. Потому что существует, вы знаете, такая очень тонкая грань между чистой совестью и самообманной праведностью. Очень тонкая грань между чистой совестью и самообманной праведностью. Мы видим, что когда-то мытарь и фарисей, они вошли в храм и молились, и один из них говорил, Господи, я благодарю Тебя, что я не таков, как тот. Но другой, он осуждал себя, он бил себя в грудь. И Господь говорит, что второй пошел более оправдан. Почему? Потому что первый, он пришел к Богу с этой самообманной праведностью. И я думаю, что пример апостола Павла, братья и сестры, он в действительности помогает нам видеть себя объективно. И воля Божья направлять нас на верный путь. Потому что лишь только идя дорогой Божьей, мы сможем дойти до того обетованного царства, которое Господь обещает всем любящим Его. И в послании Иуды, я прочитаю послание Иуды, 11 стих, там всего одна глава, говорится о людях, некоторых людях, и там написано, горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. И здесь говорится о людях, которые идут путем Каиновым, горе им, потому что идут этим путем. Что это за путь Каина? Здесь говорится дальше о Валааме, о Корее, но прежде всего о Каине. И Бог говорит, что есть люди, которые идут Его путем. Что это за путь, братья и сестры? Я думаю, мы все знаем эту историю, когда Господь, видя Каина, видя Его сердце, видя то, что Он допустил непрощение, даже ненависть по отношению к Своему брату и положил в сердце, наверное, уже Его убить, Бог говорит ему, Каин, грех у порога сердца твоего на ты, господствуй над ним. Посмотрите, какая ситуация. Бог говорит Каину, но услышал ли Каин Господа? Он уже идет своим путем. Бог говорит к его разуму, к его сознанию, но он уже движется по своему направлению, и он не предпринимает никаких действий и решений. Это как раз и есть путь Каина, братья и сестры. К сожалению, мне в своей жизни и служении приходилось беседовать с людьми, которые знали Бога. И я говорю, смотри, ты сегодня не на верном пути, покайся, остановись. Но человек отвечает мне, я все понимаю, но я не могу. Я не могу ничего с собой сделать. Я не могу. что мы можем ответить такому человеку. Далее говорится здесь о Валааме. он был волк. И Господь тоже ему сказал, не иди с людьми, которые придут к тебе, но пришли люди, послы царя, с подарками. И он, зная волю Божию, он еще раз спрашивает, а может быть, я пойду с ними? И Бог говорит, ну иди. И он пошел. Но путь его был неправ перед Богом. Почему? Потому что даже потом Господь через Ангела Своего сказал, путь твой неправ перед Мною. И здесь говорится дальше о Корее. Я не буду на этом останавливаться. Но я хочу сегодня заострить наше внимание, братья и сестры. Сегодня есть такие ситуации, когда люди, понимая волю Божью, они движутся своим путем. Библия говорит, это и есть путь Каина. Это путь очень опасный. Что мы можем посоветовать или сказать, или, может быть, предложить такому человеку? Мы иногда говорим, что, знаете, уже кого-то куда-то несет. Куда-то несет уже человека. Как его остановить? Как ему помочь? Не так давно я испытал что-то подобное в физическом плане. Вы знаете, есть сила инерции, братья и сестры. Как в материальном мире, в физическом мире, так и в духовном. И однажды я своей женой был на одном служении, в одной церкви, и мы спешили в другую церковь, на другое служение. И нас вез молодой брат на своей машине. И мы спешили. И основная дорога, она была очень загружена. Впереди были аварии, мы посмотрели по навигатору и решили объехать эту дорогу через такую простую сельскую дорогу. И мы съехали на эту дорогу, и мы быстро ехали, она была свободна. Был такой серый день, и шел дождь. И брат, он смотрит телефон в навигатор. Мы подъезжаем к такой развилке, и он резко, так внезапно говорит, ой, на мне сюда. И раз, рулял право. Но вы знаете, мы не попали ни туда, ни сюда. Мы не попали ни прямо, ни вправо. Мы попали между этих дорог. Мы слетели в кувет. И мы начали тормозить по этой траве. Мы прилетели через еще одну дорогу. И только на железнодорожной коле, на рельсах автомобиль остановился. Знаете, слава Богу, там не было ни деревьев, ни столбов. Наша машина была абсолютно целой. Мы тоже абсолютно целые. Слава Богу. И я смотрю на брата, он был такой перепуганный. Я думаю, не буду уже ничего ему говорить. Но я понял, он мне усвоил один очень важный урок, который я очень хорошо усвоил в своем детстве. Когда мне родители купили мой первый велосипед, я жил в такой переулок, он узкий был. Мы с братом Владимиром Орбиданом и Андреем с одного города, они знают улицу, на которой я вырос, переулок. И когда мне купили первый велосипед, я научился на нем ездить. Но я научился садиться на этот велосипед и останавливаться. И у меня не получилось развернуться в этом узком переулке. И знаете, я садился, ехал, я останавливался, сходил с велосипеда, разворачивал его опять, садился, опять ехал, и мне это надоело. и я подумал, а что если я наберу скорость, и я вот так резко руля раз, и наверное я раз и поверну. И я решил это сделать. Я разогнался. Я резко руль повернул, но я думаю, вы понимаете, что я не смог повернуть. Я перелетел через руль, я щесал мои колени, и в крови плача я пошел домой. Но на всю мою жизнь я усвоил очень важный урок. Перед поворотом надо притормозить. Братья и сестры, если мы желаем что-то изменить в своей жизни, надо уменьшить скорость. Если мы желаем погасить силу инерции, которая возможно воздействовала раньше на нас, нам нужно остановиться. И Библия нам об этом говорит. Книга пророка Иеремии, 6 глава, 16 стих. Так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. Господь говорит, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему. И Господь говорит сегодня каждому человеку остановись. Что это за остановка, братья и сестры? Это остановка в Божьем присутствии. И как хорошо, когда эти остановки, они есть в нашей жизни. Как хорошо, братья и сестры, когда есть церковь и есть служение. Аллилуйя. И я думаю, сегодня каждый из нас, мы можем сказать, слава Богу за собрание. Слава Богу. Посмотрите, сегодня каждый из вас, вы оставили все ваши заботы. Я думаю, может быть, и сегодня у вас много было много разных дел и планов, и намерений, но мы оставили все, мы пришли сюда. Мы остановились в Божьем присутствии, для того, чтобы услышать, что Господь желает сказать нам. Но Библия говорит нам, что такие остановки должны быть не только в собрании, но каждый из нас лично в своей жизни, он должен иметь эту комнату, это место, где мы проводим с Богом. Почему это так важно? Потому что существует сила, инерции, как в материальном, физическом мире, так и в духовном, братья и сестры. И может быть, кто-то из нас был не там, где надо, смотрел не то, что надо, слушал не то, что надо. Может быть, сегодня куда-то кого-то несет. Я надеюсь, что сегодня нету таких людей здесь, но, я думаю, не раз в своей жизни мы пытались что-то изменить. Я думаю, нам есть над чем работать, так или нет. Может быть, это не просто какие-то даже зависимости, это грехи, но есть простые вещи. Мы можем избавляться от каких-то плохих привычек в своей жизни или вырабатывать наоборот какие-то новые, хорошие привычки. И может быть, мы пытались это сделать, и у нас не получалось. И, наверное, мы смирялись с той мыслью, думали, но ничего невозможно изменить. Это часть моей жизни, но это не так. Мы можем вырабатывать даже хорошие какие-то привычки. Знаете, есть не то, чтобы грехи, но, например, привычка опаздывать. Это вроде бы как бы и не грех, но это привычка. И ты постоянно это делаешь, и как это возможно изменить. И Господь говорит, остановитесь на путях ваших. Почему это так важно? Потому что, братья и сестры, когда мы останавливаемся в Божьем присутствии, мы получаем силу от Бога, и мы как раз получаем другую инерцию. Вы знаете, в этом мире определенная информация, она воздействует на нас. Она направляет нас на какой-то определенный путь, но когда мы проводим время с Богом, в Его Слове, когда мы исполняемся силою Святого Духа, мы получаем именно ту необходимую и правильную инерцию в своей жизни, которая направляет нас на Божью дорогу. Аллилуйя, слава Богу! И номер один, нам так необходимо иметь силу Святого Духа, и Бог нам уже ее дал. Но Библия говорит нам, исполняйтесь Духом Святым, Господу служите, Духом пламенейте, Бог дал нам свою силу. И в том же послании Иуды в 20-м стихе написано, а вы возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, в любви Божьей. Бог дал нам силу. И одна из самых таких больших разниц между Ветхим Заветом и Новым, братья и сестры, то, что в Новом Завете мы, как верующие Божьи люди, рождены от силы Святого Духа, от Бога, мы имеем силу побеждать грех. Аллилуйя! Это самая большая разница между Ветхим и Новым Заветом. В Ветхом Завете люди имели закон, который обличал их, который показывал им, что они грешники, но у них не было силы победить грех. В Новом Завете Бог дал нам силу побеждать грех. Аллилуйя! И мы ее имеем, нам просто надо ее употреблять. Есть сила Святого Духа. Почему? Потому что сила греха, она также очень велика. И иногда кто-то думает, что он может позаигрывать с грехом и потом его оставить. Но на самом деле сила греха, она очень велика. Очень велика. И просто своей силой, силой может быть просто своей человеческой боли никто из нас, братья и сестры, грех победить не может. Лишь только сила, которая донорована нам от Бога, ею мы можем побеждать грех. Когда самолет взлетает от земли и поднимается в небо, он не игнорирует силу земного притяжения. Он не игнорирует. Но сила, которая в его моторах, она поднимает его в небо. Так точно Бог дал нам силу Святого Духа, с помощью которой мы можем преодолеть силу греха. И Бог дал нам свою благодать и дал нам свою силу. Если мы хотим что-то изменить в своей жизни, если мы хотим что-то изменить, если мы хотим, чтобы наши перемены не были качественными, нам необходимо проводить время с Богом, чтобы иметь силу от Бога. но второе, что нам необходимо, это принять решение. Почему это так важно? Принять решение. Если хочу что-то изменить в своей жизни, мне необходима сила номер один, но номер два, мне надо принять решение. Почему это так важно? Потому что многие из нас, мы живем в каких-то уже своих привычках. И привычка это сформированная со временем модель поведения, осуществление которой становится необходимой в жизни человека или потребностью. Привычка это сформирована со временем модель поведения, совершение которой становится потребностью. И человеку кажется, что без своих каких-то привычек он жить уже не сможет. Я помню, как однажды в нашем собрании покаялся один молодой человек. И потом, когда прошло некоторое время, я увидел его и спрашиваю, как твоя жизнь со Христом? И он говорит, на следующее утро, когда я проснулся, я по моей привычке пошел искать сигареты, которые у меня еще были. И когда я взял сигарету, вторая мысль, которая пришла мне в мой разум, стоп, я же вчера покаялся, я принял Иисуса. Но третья мысль, которая пришла, говорит, следующее, он говорит, я не мог себя представить без сигареты, я не мог представить, как я могу теперь без этого жить. Почему? Это привычка, она стала моделью его поведения, его жизни. И с одной стороны, кажется, человек, который уже что-то решил, он принял решение, он проснулся утром и не курит, но так не получается. Почему? Потому что есть определенная привычка, которая стала твердынью жизни или зависимостью. И многие люди, очень многие люди в своей жизни, они принимали какие-то решения, они мечтали о чем-то, но их решение, оно так и осталось мечтой. почему? Простесестры, в вашей жизни были какие-то решения, которые так мечтой остались? Или только, например, у меня? Знаете, до сих пор, я до сих пор хочу хорошо, например, знать английский язык, но до сих пор я только хочу. Почему? Надо учить, надо что-то делать, правда? Братья и сестры, номер три, если мы хотим что-то изменить в своей жизни, нам надо что-то делать для этого. И Библия говорит в послании к римлянам, 7 глава, 4 стих, да приносим плод Богу. Господь ожидает от нас не только отношений, я его люблю, я с ним общаюсь, я с говорю, это хорошо, да, но Господь ожидает от нас плода. И плод, он взращивается какими-то усилиями и действием, поэтому номер три, нам необходимо действовать. Если мы хотим что-то изменить в нашей жизни, нам необходимо принимать какие-то усилия и что-то начинать делать. Я недавно читал заметку об одном человеке, который решил делать зарядку и он говорит, я проснулся в 7 утра, лег на пол и потом проснулся в 9. Он лег на пол и он опять уснул и он ничего не смог сделать. Братья и наконец четвертый нам необходимо это делать постоянно. Постоянно день за днем. Если начинаешь что-то делать, я это продолжаю делать. Я делаю, я это продолжаю и в результате я вырабатываю уже новую привычку в своей жизни. Иногда, когда какое-то знаете, большое дело или масштабная работа предстоит пред человеком, он теряется, опускаются руки и кажется, это невозможно, я не смогу, у меня не получится. Но очень важно, вы знаете, идти шаг за шагом, степ бай степ, шаг за шагом, день за днем, но идти вперед. Я помню, когда я еще был ребенком, мои родители работали на заводе, и при этом заводе был детский садик, я туда ходил, этот садик, и нам давали манную кашу. Эта манная каша, она была такой густой, знаете, что можно было так рисовать ложкой, и она так сохраняла свою форму. Я ее не любил кушать, но поколение наше еще, мы как-то не понимали такое, что я не хочу, я не буду. Дети себе сказали, надо, то пил, но я брал ложку, и я так, знаете, ее на четыре квадрата рисовал, и съедал по одному, один квадратик, другой, третий, четвертый, так я, знаете, ее полностью мог одолеть. Я думаю, очень так важно, знаете, в нашей жизни, когда у нас какой-то большой объем, нам надо над чем-то большим работать, надо начинать с чего-то маленького, шаг за шагом, день за днем, и мы придем к верной цели. Как-то институт Муди, библейский институт Муди, они проводили такой просто опыт, и люди, которые соглашались принять в нем участие, им давали очки, которые переворачивали изображение наоборот, в перевернутом виде. И эти добровольцы, которые согласились, они должны были эти очки носить 21 день. Знаете, почему 21 день? Потому что за 21 день мозг человека, он адаптировался к этому новому изображению, и он вырабатывал новую привычку, и на 22 день мозг человека переключал изображение в нормальный вид, как мы с вами видим, в нормальное положение, через 21 день. И эти ученые, христиане, не пришли к такому выводу, что у человека вырабатывается новая привычка за 21 день. И мне приходилось работать с молодыми людьми, которые, к сожалению, уже имели определенные зависимости, плохие привычки, игромания, и так дальше, все, что повязано с интернетом, и мы работали, и мы просто ставили такую цель, сегодня твой первый день, второй день, третий день. Вы знаете, почему это так важно? Потому что, когда человек, он проживает, например, 15 дней, 20 дней, что он начинает видеть? Он начинает видеть, я могу без этого жить, оказывается. Я могу быть свободным человеком. И когда человек, он продолжает, знаете, дальше идти, 21 день, он вырабатывает новую привычку, 40 дней, он ее закрепляет, и это путь к свободе, и к новой, просто к новой хорошей привычке, или, скажем, путь, который помогает изменить себя. И те люди, которые принимали участие в этом эксперименте, например, кто-то проносил эти очки 15 дней, если он хоть на один момент их снял, посмотрел опять этот дел, чтобы продолжить участие в эксперименте, что ему надо было опять? Начинать все сначала, сначала. Я скажу, братья и сестры, если человек, он ищет силу у Бога, если он принимает решение, и если он что-то делает, и в этом постоянен, это реально, это работает, жизнь человека, она в действительности может измениться, и приходит победа от Бога. Аллилуйя, слава Богу! Это реально, Бог силен помочь нам, если мы, используя Его силу, прикладываем какие-то действия и усилия, Бог поможет каждому из нас, возможно, над чем мы работаем, и может быть, даже в тех сферах, которые нам кажутся, просто невозможно это изменить. Есть сила у Бога. Сегодня очень много разных вызовов, новых, может быть, непонятных. Я не так давно читал также о одном человеке по имени Денис. Он говорит, что я неделю старался прожить без интернета. Меня хватило на 48 часов. И дальше я не смог. Другая по имени Джена. Она говорит, у меня проблема. я зависима от интернет-игры, то есть это уровневая игра в интернете, компьютерная игра. У меня проблема. Я по 4 часа минимум в день посвящаю этой игре. И когда, возможно, мы слышим эти имена, мы можем подумать, что это какие-то дети или подростки. Но вы знаете, Денису 48 лет, Джене 42 года. Она мать 4 детей. Можем представить себе маму 4 детей, которая зависима. Я думаю, мы можем представить, в каком состоянии находятся ее дети. Это сегодняшняя реальность. И сегодня очень много разных вызовов и того, что направлено на то, чтобы поработить человека. Но Библия говорит нам, что только чистые сердцем Бога увидят. И Бог дал нам, братья и сестры, свою силу и благодать, чтобы сохранять нас и чтобы мы с вами пребывали на его пути. Бог силен изменить нас, даже если может быть мы были где-то не там. Он силен изменить инерцию нашей жизни. И Он силен направить нас на свой путь. У Бога есть сила для нас. Аллилуйя! Мы живем света, когда Божья благодать открыта для нас. И когда используя Божью силу, исполняя силу Святого Духа, Господь поможет нам преодолеть эту силу греха, которая воздействует на нас с вами. И в завершение я хочу прочитать из 1-й книги царств, 2-й главы, 9-м стихом. Здесь Слово Божье говорит, стопы святых своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек, стопы святых своих Он блюдет. Я верю, братья и сестры, что Господь сохранит всех вас, всех нас. И я верю то, что если человек искренне желает быть с Богом, если человек всем сердцем своим желает дойти до той небесной страны, Бог обязательно поможет ему. Аллилуйя! у него есть благодать, это его помощь, которую он посылает всем, которые нуждаются в ней. Пусть Бог поможет нам в действительности держаться его пути, следовать его дорогою, чтобы дойти до той небесной страны и прославить его со всеми святыми. праздниками. Редактор субтитров